То есть я ему дал практику, и уже через минут 40 он вообще другим человеком стал. Те, кто не тренирует дыхание, у вас риски больше заболеть и получить осложнение, чем у тех людей, которые тренируют дыхание. Не побуждает вот этот внутренний импульс природы нашей. То есть вообще по жизни как правильно дышать? Один день – это 1440 минут. Из них в бодрствующем состоянии мы проводим около 1000 минут. И сегодня в этом видео вы узнаете, как всего за 3 минуты в день добиться качественных результатов в делах, в бизнесе и вообще улучшить свое здоровье. Досмотрите до конца, потому что будут практические инструменты. Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях, что вы думаете на этот счет. И разобраться в этом нам поможет Роман Карловский, большой специалист в этом вопросе. Роман, привет. 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 Название выпуска очень громкое. И для того, чтобы зрители сразу прониклись доверием, хочется чуть-чуть информации про тебя. Я знаю, что ты разработал особый метод. Делал это для корпораций, такие как Ростелеком, X5 Retail Group и другие. У тебя международный центр энергодыхания с 80 филиалов по всему миру. Расскажи, пожалуйста, сколько людей изменили свою жизнь благодаря этому методу? Ну, на данный момент, если посчитать по просмотрам с двух каналов, мы не берем Инстаграм и вот это все остальное, то уже больше, чем 10 миллионов человек попробовали этот метод. На русскоязычном пространстве ты самый знаменитый. Да. Здорово. Сегодня будем говорить о дыхании. Существует ряд правил, которые хочется услышать от тебя лично. Правила, которые могут помочь человеку вообще выйти на новое качество жизни. Это и качество здоровья, и качество в делах. Но сперва хотелось бы понять, как ты пришел вот к этому, чтобы разработать такой метод, чтобы привлечь такие корпорации в свои клиенты. Вот скажи, как ты к этому пришел? Ну, во-первых, у меня не было раньше такой цели – сесть и разработать какой-то метод. То есть, был случай, когда я полетел в Индию в 2016 году для того, чтобы получить образование преподавателя йоги. То есть, получить нужно было международный ID, диплом, который котируется по всему миру, так, чтобы я мог преподавать практики йоги. Если мы возьмем йогу, в ней 8 ступеней, и четвертая ступень – это дыхательные практики. То есть, из-за того, что я жил в Дубае, например, жил в разных странах, на Бали, в Таиланде, еще где-то, я могу преподавать дыхательные практики, опираясь на этот диплом. И когда я в 2016 году полетел в Индию учиться в международную традиционную йогу-школу, я там отравился брюшным тифом. Я где-то там на улице выпил какой-то сок, и, походу, там мне говорили много раз – не пей на улице ничего, не пей воду, когда ее так наливают. И воду нужно покупать только в бутылках, потому что она стерильна. Вот, я это пренебрег, пошел в какое-то кафе и вообще выпил сок свежевыжатый. Я еще смотрю, такую соковыжималка как-то там, она какая-то, ну, грязная. Ну, прям стоит эта соковыжималка, она, ну, стрёмная. То есть, ну, в нашем мире таких соковыжималок нет. У нас она везде чистая. И я просто, да ладно, бокс, я пить хочу. Мне сделали сок морковный, я выпил и все. И приплыли. И приплыли, потому что через неделю я уже понимаю, что мне становится хуже, хуже, хуже. Это, во-первых, температура под 40. Каждую ночь она поднималась, ну, очень сильно. То есть, там голова болела, живот болел, крутил. То есть, ну, очень плохо было. И вот в течение недели мне было хуже, 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 хуже. Но мне надо было ходить на занятия. То есть, там давали нагрузку. То есть, я не понимал, что происходит. Мне там давали такие таблетки аюрведы. Короче, такие говорят, ну, это все болеют. Типа здесь это как адаптация. У тебя это пройдет. Вот тебе аюрведа. Мне дали такой вот пузырек. Они типа как чистят вот это все. Я просто помню, через там три дня я этот тюбик полностью весь съел. Ну, то есть, я просто его целиком уже израсходовал. Мне вообще никак. И какая-то ночь, я помню, самая, ну, жестокая ночь, когда я в три часа ночи проснулся, и у меня был такой жар. Я помню, ну, точно была температура 40, даже, может быть, больше, когда уже волосы дыбом стояли, мурашки были, и они были от дикого холода. А там не было кондиционеров у нас в отеле. Там, ну, были вентиляторы. И все равно по ночам было очень жарко. Голова болит. То есть, мне было так плохо, что я замечаю, что у меня на стене такой плакат огромный, и на этом плакате нарисован такой Будда. Он, ну, Будда, он такой сидит в позе лотоса, и у него рука вот так. И его вот эта улыбка Будды, ну, все должны знать, да? Такая улыбка Будды. У него рука, а вторая рука вот так, на ногах. И я только смотрю на этого Будду, присматриваюсь, и он мне вот так вот рукой машет. И я понимаю, что у меня уже все, галлюцинации пошли. То есть, у меня стены плывут. Тут мне приходит мысль, что если я уже до такого состояния дохожу, что от температуры идет галлюцинации, то уже с мозгом начинаются необратимые процессы, потому что дальше уже, ну, практически смерть. Начинаю, ну, все, ты просто уходишь. И я понимаю, что еще немножко, если я так, ну, ничего не сделаю с этим, то я просто тихо откинусь в эту ночь. У меня только одна мысль пришла. Я уже на тот момент преподавал дыхание, и тогда я преподавал технику ребёрфинг этого Ленарда Ора, которая была в 1975 году изобретена вместе параллельно с холотропным дыханием. Просто у Ленарда Ора немножко другая философия, в отличие от холотропки. Практика ребёрфинг – это перерождение. И там такой смысл. То есть, там одна длинная фаза дыхания, и нужно дышать учащенно, как в холотропе, но как-то мягче, вот так. Ну, то есть, так дышать, чтобы, например, если мы возьмём холотропку, те, кто знают, да, всё равно нас будут смотреть, те, кто разбираются так или иначе, то там дышат очень жёстко, и по два, по три часа. Это очень, ну, экстремально для организма. А Ленарда Ора, он сделал час, и он сделал мягче, поэтому она, ну, просто мягче. Я на тот момент владел видением этих практик, и одна длинная фаза, она длилась час. Я такой думаю, ну что, надо дышать. Вот в эту ночь я понимаю, что мне нужно как-то себя спасать. Я хотя бы подышу, может быть, это меня как-то спасёт. Открываю компьютер, включаю трек, у меня наушники беспроводные, я одеваю эти наушники, играет трек, музыкальные треки, они идут по, там, 6-8 минут. А у меня программа, на которой я миксовал. То есть, у меня, я в прошлом ещё диджей, у меня был свой ночной клуб, но у меня навыки сведения музыки и работы с музыкой остались. И я понимаю, что на второй трек у меня не хватает сил. Ну, то есть, я подышал 8 минут, я дышал в бит трека. То есть, у каждой музыкальной дорожки есть свой BPM битрейт. И через 8 минут я просто банально устаю. А я понимаю, что мне нужно час подышать, а я не могу. Я останавливаю дыхание, откидываюсь, лежу, отдыхаю. Я понимаю, что мне после 8-минутной продышки легче становится. Я такой, так, я, по-моему, зацепился. Потом накидываю на трек-лист следующий трек, запускаю, а там другой бит, быстрее. И его дышу 8 минут. Подышал, мне еще легче. И опять отдыхаю. Меня заворачивало по-разному. То есть, я в одной, первый трек дышал, сидя на коленях просто вот так. Потом второй трек я дышал, в йоге такая позиция поза ребенка, я уже вот так, ну, лег, на руки дышал. Потом я уже на третьем треке встал на руки, как это, как собака, как кошка, вот эта поза кошки, так подышал. И таким образом, что я 8 таких треков подышал, 8 разных фаз дыхания, в разных ритмах и в разных позициях. Мое тело само укрутило, я даже не думал. Я уже после 8 трека просто уснул. Я просыпаюсь в 7 утра и понимаю, что я, типа, здесь. Ну, еще, как бы, я жив. И уже в 7 утра все поднялись. Занятие у нас было вообще в 6. Я встал в 7. Уже позвал, там все ходили, я уже позвал этого, кто у нас группу вел. Говорю, что вот сегодня я, типа, чуть не отъехал, нужно что-то делать. Ваша иеруведа вообще никак не канает. И мы уже тогда меня отвезли в больницу. Больница, которая нормальна в Индии. В которой нормальные лекарства, есть уколы, ну, прям обычная больница. И когда мы уже туда приехали, меня взяли анализ, там, по-моему, слюни взяли анализ, ну, какой-то анализ, и он четко, ну, видел по мне. Я белый уже, я там сижу, я просто белый. У меня тут кровь ушла, то есть лицо такое белое просто. Он на меня смотрит, и, походу, они понимают, что происходит. Ну, то есть это частая тема. И он видит, что, говорит, чувак, у тебя ТИФ брюшной по анализам. Ну, там какое-то содержание уже, то есть там зашкаливает. Маркер там просто черный стал. Там есть там красный, зеленый. Критическое состояние. И он черный уже, да. То есть у меня слишком много этого уже. И он говорит, ты как-то живешь, я не знаю, то есть ты уже не жилец, походу. Он мне дал антибиотики, двойную дозу, говорит, пей сейчас, прям сейчас, срочно. Антибиотики, они чисто химия там. Ну, там жесткая химическая таблетка, которая, наверное, гасит вообще все, что можно. Я двойную дозу ее выпил и поехал уже туда. Он говорит, вот тебе таблетки, такую кипу дал, и типа вот два раза в день ты их должен пить, принимать. Еще какие-то дал обезболивающие, потому что, говорит, ну, ты будешь даже мучиться даже на выздоровление. А брюшной ТИФ, это такая, потом я изучил, это такая болезнь, которая, это бактериальная зараза, она, попадая в организм, начинает, бактерии начинают есть твои органы изнутри, просто жрать, все. Ну, как бактерии. И я потом читаю, что я понимаю, что я на пике был практически вот этой... Ночью. Болезни, да, ночью. Там, что меня чуть не съели просто внутри. И из-за дыхания я просто как-то по ходу организм включил иммунную систему, каким-то образом он запустил реакцию, то есть иммунную ответ дать, чтобы эта болезнь, потому что он уже совсем был дохлый. Для тела это было уже, ну, совсем критически. Но из-за дыхания, и самый главный прикол, я записал все эти позиции, я записал, у меня трек-лист, который я ставил, он сохранился. Получилось так, что если мы возьмем практику Леонарда Ора, либо холотропное дыхание, то у них одна длинная фаза, то есть там начали дышать, через час закончили. Или в холотропе начали, через три часа закончили. Ритмы там никто не задает. То есть там нет такого. Мы строго дышим по там ритм 90 bpm. Нет, то есть там просто какая-то музыка играет, и люди как-то там колбасятся, каждый в своем ритме в группе дышит. Но здесь я вот этот весь трек-лист померил, и он оказался четко в разных ритмах. Разные треки в разных ритмах. Между ними были паузы, как раз таки, когда я дыхал. И таким образом вот этот метод энергодыхания пришел вот в эту ночь, потому что такого раньше не было. Никто так не проводил. Такой подачи не было. То есть сеанс дыхания был полтора часа, но я его записывал дальше с таким учетом, что у меня идет трек, потом он обрывается, в треке зашит ритм, под бит. Потом он обрывается, 4 минуты идет слишком лайтовая музыка без бита. Потом следующий трек запускается, опять идет бит уже в другом ритме. Потом он обрывается, и опять окно идет, ну такая медитативная музыка без всяких битов. И таким образом до 8 фаз. Я их могу резать, я могу 4 фазы дать на группу, 3 фазы там, 6 фаз дать, 5 фаз. И это и есть метод энергодыхания. И почему я на корпорации зашел? Потому что в крупных корпорациях очень жесткий отбор. Туда, чтобы зайти, ты даже с деньгами не зайдешь со своими методами и практиками, тем более духовного какого-то такого порядка. У меня же 2 ютуб-канала, и меня многие смотрят. И один человек, который руководитель корпоративного университета. То есть есть как бы компания-подрядчик, обучалка, обучающая компания, которую нанимает крупная корпорация для того, чтобы обучить своих сотрудников. И вот этот директор, Дамир, его зовут, он у меня на ютубе все практики передышал, он снял депрессию, он понял эффект, ему во многом эти практики помогли, и он со мной связался, он говорит, у меня корпоративный университет, давай мы твою программу включим в нашу обучающую программу. То есть ты дашь дыхательные практики, а мы сотрудничаем с корпорацией «Газпромнефть». Я такой, ну окей, давай. И все, таким образом, этот человек меня встроил в свою программу, а его университет работал уже с крупной корпорацией. С «Газпромнефть» или «Ростелеком»? «Ростелеком» – чуть другая история. У меня друг знакомый, Олен, он как раз-таки на гвоздях давал гвозди. То есть он как проводник вот ставил на гвозди. И он уже с «Ростелекомом» сотрудничал, и он их ставил на гвозди. Так как он мой друг, он говорит, давай тебя тоже включим в дыхание нашим ребятам. Они и на гвоздях подышат, и просто подышат, и все, мы по дружбе просто окидывали. Я приехал к ним на эту территорию, там где они все собирались, как ретрит такой, и там все люди со всей страны приезжали вот в этот ретритный центр, и я там давал уже дыхание. Уже сразу вопрос, а на гвоздях безопасно дышать? Да. Это просто у меня был опыт, это Вим Хофф. Иногда человек выключается на пару секунд, знаешь, я на гвоздях один раз задержку дыхания сделал, и проснулся от того, что коленом себе в бороду дал, или я лежу, гвозди рядышком, и я лежу рядом. Это вы же там сделали задержки дыхания? Да, задержки. Она у меня нет задержек дыхания. То есть у меня есть одна фаза на минут пять идет, и ты после пятиминутной активной фазы, ты не задержишь дыхание, ты дышишь очень медленно, ты все равно должен остаться в этом состоянии. Вот, и поэтому у тебя нет вырубания таких сознаний. Я в этот момент понял, почему у Вима Хоффа есть там техника безопасности, что нельзя это делать в воде, и нельзя это делать за рулем, потому что ты можешь выключиться на пару секунд, и приплыли. Расскажи про то, где вообще эти практики можно посмотреть. Вот нас зритель увидит, его замотивирует, хочет как-то изменить свою жизнь. Куда ему идти? Просто Роман Корловский на ютубе, и там есть много бесплатных каких-то практик. Во-первых, у меня два больших, ну, таких образовательных ютуб-канала, на которых вообще очень много практик. На одном канале, мой личный Роман Корловский, можете там в поиске найти, в Google вбить Роман Корловский, там выйдет куча практик с видео. В каждом видео есть инструкция, по которой можно, ну, прослушать и подышать. И второй канал, это центр энергодыхания, канал центра. Там уже дают дыхание мои ученики. То есть там уже есть видео людей, которые у меня научились, и которые получили свой опыт, и они тоже дают практики. Можно даже не как у меня на канале подышать, а даже подышать у моих учеников и почувствовать, как они дают. Это тоже интересный опыт. У тебя прекрасная ученица есть одна, Полина Прима. Я у нее дышал, вообще восхитительная. Ну да, она у меня. На бане периодически приезжает. А еще у Ромы на канале можно найти интервью, которое он берет у меня, где я рассказываю в том числе, как я эти практики вообще использую у себя по жизни для того, чтобы добиваться результатов в бизнесе. Смотри, ты сказал, что это может тебя вылечить, если там есть какая-то болезнь, иммунку запустить. Какие еще плюсы? То есть вот назови пять причин, почему вообще людям стоит попробовать. Ну, во-первых, основная часть людей, которые дышат и вообще делают дыхательные практики любого характера, это те люди, которые постоянно находятся в стрессе. То есть это люди, у которых перманентный стресс, они живут в мегаполисе, вот как раз-таки в корпорациях. Их всех гоняют, ну, по сути, ну, из них выжимают результаты. Работа-дом, работа-дом, результаты, офис. И где брать вот этот психоэмоциональный ресурс? Как раз-таки через дыхание можно этот ресурс хорошенько так поднять. Болезнь, смотрите, вот когда я болел ТИФом, дыхание-то оно не вылечит ТИФ. Оно мне просто облегчило, оно спасло жизнь вот на какой-то короткой дистанции, потому что оно запустило иммунный ответ организма, и организм смог продержаться там несколько часов ещё. Понимаете, когда сильная болезнь какая-то, то всё равно у тела есть ещё немножко ресурса скрытого, за счёт которого можно чуть-чуть ещё продержаться. Но этот ресурс нужно уметь запустить. То есть, если его не запустить, человек просто умирает. Но можно его активировать ещё немножко, человек продержится там несколько часов, но потом уже умрёт. Понимаешь? И в ту ночь я просто походу активировал этот ресурс, который мне продлил несколько часов жизни, чтобы я успел доехать до больницы. То есть критическая ситуация, всё равно название в скорую помощь, но пока ты её ждёшь, ты можешь подышать. Интересная история. Опять же, вернусь к Вимюхову, я с ним познакомился через книгу, есть Корни Скотт, по-моему, автор «Всё в твоей голове книга». Есть такой человек, который разоблачал мошенников разных. И вот он нашёл ледяного человека, который за неделю обещал людей обучать там вообще результатам. И он приехал его разоблачать. И в итоге он сам вовлёкся и написал про него книгу, но уже с точки зрения о том, какой хороший парень этот Вимхов есть. И в Вимхов на своём продающем курсе, он там людей вживую собирал и продавал уже свою программу, он одного скептика заставил пойти к нему на курс, публично поспорив с ним. Он спросил, сколько раз он максимально может отжаться, там, по-моему, 10 раз. И он сказал, давай вот ты сейчас подышишь, если ты отожмёшься больше, ты пойдёшь ко мне на курс. И тот смог отжаться 20 раз, то есть в два раза больше, чем максимальный предел. То есть вот эти вот дыхательные практики, они могут, правда, увеличить нашу физическую силу, нашу выносливость краткосрочно. Это из-за чего? То есть из-за насыщения кислорода, вообще как это происходит? И только ли физическую силу и выносливость или психологическую, тоже эмоциональную, что ты скажешь про этот процесс? Ну, прежде всего, это физиология, потому что кислород у нас является как процессом окисления в организме. У нас, мы живём за счёт очень, так скажем, парадокса. Когда мы дышим, кислород попадает в кровь, подходит к клетке, и когда клетка обменивается, берёт кислород, окисляет, происходит процесс окисления, и она выдаёт углекислый газ, газообмен в клетках, то это, по сути, процесс умирания. Ну, мы каждый, с каждым духом мы окисляемся. Окисление – это процесс умирания. Но в момент окисления у нас вырабатывается энергия. То есть это парадокс. Мы живём за счёт процесса окисления. Но как-то мы не можем прекратить этот процесс, потому что мы умрём, и мы не можем также его перенакачать, потому что слишком будет быстрое старение. Поэтому дышать учащённо, дышать учащённо, постоянно, в обычном сознании, регулярно, очень опасно и неправильно. Я к тебе отправлял парочку бизнесменов. У тебя очень высокий чек в приватной такой сессии, там, я не помню, несколько тысяч долларов, по-моему. Да. Расскажи, пожалуйста, если большое количество бизнесменов к тебе приходило, наверняка есть какие-то кейсы, когда люди давали тебе обратную связь, что благодаря энергодыханию они что-то изменили в своей жизни. Есть ли какие-то вот такие громкие кейсы, которыми ты можешь поделиться, как именно человек в бизнесе вырос благодаря этому? Ну, когда ты ко мне направил двух ребят, которые с криптой занимаются. На фамилии не будем говорить. Не будем говорить, да, но такие прям достаточно очень успешные в крипте. То, что я увидел, они пришли ко мне, им по 30 лет, даже там меньше, но они на стрессе на таком были, я на них смотрю, думаю, ну, как бы, как так можно жить? Зачем? То есть это что, ради денег такое надо? То есть зачем ты зарабатываешь деньги? Чтобы что? Чтобы вот в таком состоянии жить? Он говорит, ну, мне нужно вот что-то, он даже не понимает, что им с ним сделать-то надо. Он даже сам не знает. Ну, вот меня направили, сделайте со мной что-нибудь. Я такой, ну, давай, тогда будем делать практику и все, тебя хоть немножко попустит. Короче, я ему дал четыре фазы дыхания, это не так много для первого раза, то есть для новичков есть четыре фазы у меня на YouTube-канале, их можно подышать. Я понимаю, что состояние этого человека нужно перевести из гипервозбуждения, из которого он не может сам выбраться. То есть это состояние часто наблюдается у детей, которые перевозбудятся, переиграют во что-то, и они потом не могут заснуть. То есть их, я по своим детям вижу, они так наигрались, а уже 10 вечера, и они не могут успокоиться. То есть с ними надо что-то делать. То есть они сами уже вообще не в адеквате. И вот люди в бизнесе, они тоже доходят до такого состояния, в котором они гипервозбужденные, у них разогнан ум до таких пределов, психика так работает, что тело не дает сигнал расслабиться. И он буквально его всего так колбасит, его трясет от этого психического напряжения. И здесь идеально ему подышать. То есть я ему дал практику, и уже через минут 40 он вообще другим человеком стал. То есть, во-первых, он попал в состояние, называется это сатаре. Сатаре это проблеск самадхи. И это самое желанное состояние, за которым гоняются все практикующие люди в дыхании и даже в других практиках эзотерических. То есть это то самое состояние, которое люди ловят после практики. То есть вот подышал, постоял на гвоздях, ты выходишь из этого опыта, и ты в каком состоянии пребываешь. Вот оно и называется сатаре. Это такое высокочастотное состояние ясности ума, в котором тебе все понятно и тебе суперспокойно. Вот это самое блаженство. Оно длится недолго, оно потом уже уходит, потому что опять быт, опять жизнь, и опять тебя нагребают всякие бизнес-процессы. И вот когда я уже увидел, что он попал в это сатаре, все, он уже пришел в нормальное состояние. Произошло, что его психика, которая была разогнана, потому что у него в крипте там какие-то движения, авралы, какое-то беспокойство, он на это не может повлиять, его психика перешла в состояние внутрь тела. То есть дыхание, оно соединяет наше физическое тело и наше сознание воедино. Когда наше сознание и тело разъединяются, тело живет своей жизнью, а сознание своей, они просто, он не осознает, что в теле происходит. Он не отдает отчета, что у него в теле повышен кортизол, адреналин, и он на вот этом состоянии, на этом треморе живет. Но дыхание производит вот этот успокаивающий эффект. И после этой практики, конечно, он уже по-другому начал чувствовать, осознавать себя. И уже из другого состояния он принимает другие решения, более правильные. Ты сам бизнесмен. То есть, ты не просто практик, не просто наставник, который может этому обучить. Ты еще сумел построить на этом большой бизнес. То есть, цифра 80 филиалов, название компании Ростелеком, Газпромнефть, X5 Ритейл Групп, это очень громкие имена. Как так получилось? Ты обладал до этого каким-то таким большим опытом, системным мышлением. Как ты смог из этого построить бизнес? И вообще, насколько он большой, сколько он приносит? Вот можешь про бизнес рассказать? Ну, во-первых, с самого начала, когда мне было лет 17-18, вот в этом промежутке, у нас с товарищем был ночной клуб. То есть, у нас было в России, да, Калининград. В Калининградской области был клуб. Со школы была мечта. Мы в школе проводили вот эти огоньки, движухи, ставили музыку, еще кассеты были. То есть, нас сперло стоять за этим, за сценой и давать всем музыку. И потом мы основали, сделали свой клуб, у нас просуществовал ровно год, но это мой был первый опыт ведения бизнеса, потому что это не работа не по найму. Это полностью наша ответственность. Это у нас было помещение, за нами была техника, вся система. Люди приходили к нам в заведение, отдавали деньги, танцевали, радовались. Мы для них делали услуги развлечения. Тогда я и уже познакомился с музыкой. То есть, я знал, как сводить. То есть, я был диджеем тогда. И уже это первый опыт, по сути, это уже был небольшой бизнес. То есть, для меня это как стартовая, знаете, вот такой вот старт в жизнь. И это позитивный опыт был. И потом уже я не сразу начал этим дыханием заниматься. Потом я попал в депрессию. И после депрессии я в поисках выхода как раз-таки из депрессии наткнулся на ребюфинг Леонарда Ора. Я подышал один сеанс. И опять же, вот я как этот бизнесмен, который ты ко мне прислал, я также пришел к этому проводнику, к этому учителю, который мне сделал этот сеанс. То есть, я тоже пришел в таком напряжении, в стрессе, и он говорит, ну, тебе надо подышать, тебя отпустят. Я даже не поверил. Я подышал один сеанс, меня отпустило, я попал вот в это сатаре, называется, состояние, я все понял, и вот уже из него у меня жизнь пошла по-другому. Потом я уже проводил этот метод ребюфинга для друзей. На хатах мы собирались. Мы собирались на квартире, мне даже есть фотографии, дышали, говорю, ребята, у меня есть музыка, все, я знал, как с музыкой работать. Я сводил красивые треки, под которых мы дышали. Я даже в чем-то превзошел по музыке своих учителей, потому что у них была энигма, они были смиксованы, просто трек заканчивался, была тишина, он начинался, новый, какой-то бред, я как диджей, не могу понять, как это. То есть, нужно их правильно миксовать, нужно тональность подбирать, нужно стили подбирать, чтобы это был в единый сет красивый, созданный. А я это умел делать, я создавал эти сеты, мы дышали на хатах, вот этот ребюфинг. И потом это все масштабировалось уже в центр дыхания. А потом я поехал в Индию в шестнадцатом году, чуть не умер там, и уже пришел этот многофазный сеанс энергодыхания. Поэтому я его отдельно назвал, потому что такого раньше не было. То есть, я понял, что это новый метод, который вот таким образом пришел. И потом уже, когда я был на оффлайне, у меня на то время с шестнадцатого года по двадцатый год до пандемии как раз таки, у меня был действующий центр дыхания на Арбате в центре Москвы. Улица Арбат, все, у нас окна выходили на одну сторону и на вторую. И ко мне приходили оффлайн туда люди дышать. И я помню, что я работал в таком режиме несколько лет. Это оффлайн, охваты небольшие, реклама не сильно там какая-то была раскачанная, но мне тогда хватало. И я все думал, как мне уйти от оффлайна на онлайн. Я никак не мог, просто вот я не мог перестроиться. Пришла пандемия, все нафиг, позакрывали, этот центр уже все еще с ней работает, все, там уже какая-то парикмахерская, недавно был, смотрел, там уже все, в общем, эта история. Благодаря пандемии, она вынудила нас перейти на онлайн. И я начал записывать видео на YouTube, и они начали выстреливать, как раз таки в пандемию. Я такой, опа, вот это что-то с чем-то. То есть, это прям мега круто. Потому что я начал клепать эти видео, и в пандемию как раз таки это же респираторное заболевание, кармароз. И я записывал такие видео, ребята, я говорю, те, кто не тренирует дыхание, у вас риски больше заболеть и получить осложнение, чем у тех людей, которые тренируют дыхание. Вот, поэтому тренируйте дыхание у меня по моим видео, и вы будете спасены. Таким более правильным языком я сейчас сократил. И как правило, если вы тренируетесь, то у вас иммунный ответ организма выше. И эти видео начали набирать просмотра. И все, я понял, что мне YouTube это канал трафика. Я создаю курс по дыханию онлайн в записи, прикрепляю ссылку под каждым видео на этот курс. Видео говорю, это видео для новичков, курс под видео. Ссылка. И у меня много-много видео ввели всех людей на эту ссылку. И я просто смотрю, люди начинают покупать эти курсы, проходить. Потом отзывы я всех в чат собираю. В чате уже веду с ними диалог, что улучшить, что добавить, то есть отвечая на вопросы. И с каждым годом люди увеличивались. А как родилась идея сделать такие франшизы, как в 80 у тебя их филиалов? То есть масштабировать через других проводников? Франшизы есть. То есть мне очень хотелось процесс, как это называется, дифференцировать на других людей. Не на себя, не чтобы на мне все было завязано. А я понял, что мне нужно создавать и обучать тренеров людей, которые знают суть метода, могут вести, могут вести группу. Я сформировал для них пакет тренерский, тренерский курс, который, пройдя который, там все рассказал, как вести, о чем особенность одного трека, другого, как музыка построена, зачем эти окна, зачем эти фазы. Все полностью рассказал о видеоуроках и говорю, что есть возможность стать тренером, открыть филиал в своем городе. Вы можете жить где угодно. Вот тогда Полина, она в Америке была. И тогда мы с ней связались, и все, она взяла, она одна из первых, там еще были до нее, но все равно это одни из первых тренеров, кстати. Они взяли пакет, и они начали просто мою программу встраивать в свои тренинги. Женские тренинги, еще что-то, они просто добавили энергодыхание, и, как оказалось, оно очень сильно ускорило все остальные практики, которые они все вели. И все, у меня появился тренерский пакет, его начали просто люди обучаться по этому курсу, становиться тренерами. Вопрос, что по деньгам? Можешь поделиться? Какой-нибудь максимальный чек за месяц, или сколько это вы там за год принесли, просто цифра интересна очень. Ну, я могу сказать, что на дыхании я заработал больше полутора миллионов долларов уже. Серьезно, что? по сути, через дыхание, вот такая цифра. Если в общем. Такая история рассказывала, мы дышали на хатах и пришли к полутора миллионов, хороший результат. А вопрос такой, что мешает человеку идти в рост и как дыхание может помочь? Может помочь. Вообще, идти в рост, в принципе, это наша базовая функция развиваться. Одним словом, это эволюция. эволюция, то есть, мы как люди, у нас в нашей природе зашита эволюция, нам надо эволюционировать, то есть, расти в чем-то, в бизнесе, в личности, в спорте. То есть, каждый человек понимает, что как только он перестал эволюционировать, расти, что он попадает в некое болото застойное. Если ты перестаешь заниматься спортом, ты начинаешь заплывать, у тебя эволюция остановилась в плане физики. Если ты перестаешь учиться, у тебя эволюция встает, и ты просто тупеешь, потому что все остальные это учатся, а ты нет. Так дыхательные практики, они просто ускоряют процесс эволюции в плане того, что они, ну, так скажем, проясняют сознание, они побуждают импульс жить, расти, развиваться. Вот этот внутренний импульс природы нашей. То есть, после того, как ты подышал или сделал технику дыхания, ты сам знаешь, после Вима Хоффа, когда ты делаешь практики, когда ты стоишь на гвоздях, это тоже все сюда же относится, то у тебя включается твоя функция, что можно еще сделать. То есть, у тебя освобождается память, у тебя освобождается сознание от различных тревог, депрессий, у тебя, по сути, очищается твое сознание для того, чтобы взять еще какой-то новый материал, новый предмет. поэтому после практик дыхания тебе намного проще просто начать развиваться там или начать что-то изучать. У меня даже есть ребята, которые внедрили техники дыхания для того, чтобы более качественно учить иностранные языки. Они после практик идут на урок. Есть спортсмены, которые занимаются синхронным плаванием, спортом, другими видами, боевыми искусствами. Они внедрили дыхательные практики, вот мой метод энергодыхания и свои программы, для того, чтобы спортсменов тренировать, они потом на ринге выступают в полтора раза выносливее, чем раньше, после практики. То есть, это, по сути, как метод эволюции. И восстанавливаться после спорта, ну, кто занимается спортом, попробуйте подышать любую технику энергодыхания после очень жесткой тренировки. У вас период восстановления сократится в два раза. В прикладную плоскость перейдем. Ты обещал рассказать, что за практика, которая делается три минуты и может улучшить все жизненные показатели. Я эту практику записал с музыкой, но я просто скажу суть без музыки. У меня записан трек «Одна минута». Одна минута, ну, если мы представим сейчас, ну, потом можете найти, что однаминутный музыкальный трек, у него бит с самого низкого до самого верхнего идет разгон. Ускоряется. Ускоряется, да. Я это все на программе ускорил, то есть он сначала идет и начинает ускоряться до предела. Вот этот бит это наше дыхание. И нам нужно за минуту с самого медленного до максимально быстрого дойти. А потом, когда мы доходим до пика, мы делаем вдох и задержку. На вдохе. Да, задержка на вдохе. И примерно после минутного разгона дыхания, да, у нас идет примерно две минуты задержка. Получается три минуты. Очень просто. Представь, что здесь свеча. Наша задача эту свечу задуть. Итак, чтобы задуть эту свечу, мы сначала ее начинаем раздувать медленно. И разгоняем. Вдох. Держим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что Если его долбить каждый день То получается У тебя реально нарушается Баланс СО2 Окисление Окисление больше конечно А здесь Если 1-2 раза В неделю применять То у тебя Все остальное время Будет супер Медленное дыхание И даже не надо Себя сдерживать Чтобы это СО2 накапливать Ну вообще Да давай пробежимся По топовым Дыхательным практикам То есть есть Дыхательные практики Корловского Есть Вима Хоффе, известная. Бутейка. Есть еще Лосев, советский такой персонаж. Дыхание жизни у него. Стрельникова еще. Есть какие-то фамилии, которые я не назвал. Станислав Грофф. Грофф. Холотропное дыхание. Ленард Ор. Ден Брюле. Ден Брюле. Хороший французский. Брюле. Да. И еще кто-то. Мы уже восемь фамилий назвали. Ну, примерно, да. Слушай, Роман, спасибо. Тема очень интересная и необычная. Ты с теоретической точки зрения ее раскрыл. И даже подышали. Поэтому, ребят, все, что думаете вообще на эту тему, смело пишите в комментариях, задавайте вопросы. Мы с Ромой вам ответим. Спасибо за просмотр.